Кто убил Сталина? Все версии таинственной смерти отца народов. Первая версия. Сталин умер естественным путем. Лишь после 22 часов 1 марта к нему в комнату решился войти помощник коменданта дачи. Он обнаружил Сталина лежащим на полу. Тот был в сознании, но лишился дара речи. В последующие дни улучшения состояния не произошло, 4 марта врачи констатировали, что могущественный вождь партии обречен. На следующий день он умер. Согласно официальной версии смерть Сталина объяснялась естественными причинами без наличия чьего-либо злого умысла. Вторая версия. Сталину помогли умереть. Согласно этой версии соратники решили воспользоваться ситуацией и не слишком торопились помогать вождю, максимально отсрочив прибытие врачей. Игнатьев, недавно ставший министром и еще не чувствовавший себя влиятельным вельможей, посоветовал позвонить Берии. Чтобы он сам решил, что делать, хотя именно он по должности отвечал за безопасность лидера государства. Зачистка Лечесанупра и всеобщее недоверие к убийцам в белых халатах привели к тому, что в последние недели Сталин фактически остался без врачебной помощи. Будь рядом с ним старые доктора, ему могли бы оказать помощь сразу же. И не исключено, что и в третий раз он смог бы оправиться от удара. Инициировав дело врачей, Сталин сам запустил фатальную цепь последовательностей, которая привела к его смерти.